Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях расскажу вам я, Ксения Цурко, и мои коллеги перейдем к главным темам выпуска. Россияне не смогут тратить на оплату кредитов больше 50% дохода. В России могут ограничить прокат зарубежного кино. В Орске состоялся праздник «Дети – наше будущее». Об этом много в другом далее в выпуске. Россияне не смогут тратить на оплату кредитов больше 50% от дохода семьи. Сейчас это нововведение разрабатывает Комитет Госдумы по финансовому рынку. Контролировать займы будут через банки, которые не смогут выдавать кредиты семьям с доходами, не соответствующими новым нормам. Эту меру депутаты хотят ввести для того, чтобы избавить россиян от кредитной кабалы, когда для того, чтобы покрыть один кредит, заемщик берет следующий и так по кругу. Авторы закона проекта предполагают, что изменения коснутся займов свыше 100 тысяч рублей. При этом нововведения должны коснуться и микрофинансовых организаций. Однако, отмечают в Государственной Думе, остается актуальной проблема с поддельными справками НДФЛ. Отмечу, что на 1 августа 2018 года задолженность россиян по кредитам составила 13,5 трлн рублей, что составляет 15% ВВП. Эксперты исследовательского холдинга «Ромир» провели опрос среди 40 тысяч россиян и выяснили, от каких продуктов готовы отказаться жители нашей страны. 55% опрошенных готовы ограничить свой рацион от продуктов быстрого приготовления – супов, каш, картофельных пюре и других продуктов, которые требуется заварить при помощи кипятка. При этом лишь 14% респондентов выразили любовь к этим продуктам. Помимо этого, 35% россиян также готовы перестать есть полуфабрикаты, замороженные котлеты и овощи. 42% участников опроса заявило, что не представляют свою жизнь без пельменей. Как показал опрос, сделанный нашей редакцией, оренбуржцы в большинстве готовы отказаться от колбасных изделий. «Ну, конечно, фастфуд в первую очередь». «Следите за своим питанием?» «Стараюсь». «Без моего рациона я исключил вегетарианскую пищу, потому что я не люблю вегетарианскую пищу, потому что я из Кавказа, я очень люблю мясные продукты, шашлык и так далее». «Мясо, которое у нас искусственный бекон продают. Надо натуральный кушать». «Ну, возможно, мясо». «Я бы исключила те продукты, которые содержат много консервантов. Это, ну, колбасы, сосиски в основном». «Не стало бы ни от чего отказываться». «Все сладкое выбрасываю. Сахар я уже года три его не употребляю». «Трудно сказать. Наверное, в такие годы уже, наверное, не стало бы никакие, скорее всего, исключать, потому что уже и привычки определенные есть, и уже рационство есть». «Хлеб не из-за экономии, а просто, так сказать, уже возраст-возраст. Надо на это внимание обращать». «Ну, любые подозрительные продукты, которые продаются там, в том числе колбаса какие-то. Вот именно полуфабрикаты, да. То есть лучше самому приготовить». «Это, наверное, колбасные изделия, а так сладости». «Картофель, лапшу я уже лет 20 не ем, если чё. Какие ещё? Сыр пореже, жирные продукты, мясо пореже, куры, рыба». «Я бы исключила сладкое, но пока не могу. Тяга у меня сумасшедшая к сладкому». «Картофель, макароны, наверное, уменьшила бы количество мясных продуктов. Витамины, фрукты и молочные, кисломолочные. Я бы ни за что с ними не рассталась». Уже восьмой год подряд все жители Орска знают, кем мечтают стать первоклассники. В городе состоялся праздник «Дети – наше будущее», где каждый ребёнок смог примерить на себя любую профессию от художника до пожарного и загадать самое заветное желание. О том, что думают гости, о событиях узнаете в материале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Максим, кем хочешь стать? Водителем маршрутки. А что ты пожелаешь первоклассникам? Что я учился на одни пятёрки. Ветеринаром. Учителем? Барикмахером? Хореографом? А кем? Банкинским специалистом. Учителем. А как тебе праздник? Нравится? Нравится. Хоккеистом. Хоккеистом? Ух ты! А что ты пожелаешь первоклассникам? Чтобы учился на одни пятёрки. Очень нравится. Всё для детей. Внук вот говорит, смотри, бабуля, сколько для детей всего приготовили. Очень-очень всё понравилось. Очень интересно. А какие площадки больше всего понравились? Скалолазание. Вот эти вот машины, что дети могут всё посмотреть. За рулём посидеть. В Рынбургской области произошло два ТТП с несовершеннолетними. В обоих случаях детям понадобилась медицинская помощь. В Рынбурге инцидент произошёл во дворе на улице Донковцева. Мазда сбила девятилетнего мальчика, которого с открытым переломом ноги доставили в больницу. В Орске 16-летнюю школьницу сбила Газель. По данным ОМВД, у неё травмы головы. А других ДТП, произошедших в Рынбурге и попавших в обзор камер Уфанет, смотрите в нашей еженедельной рубрике. Рынбургская область. Он появился ещё и на встречной полосе. Алтайская Гагарина. Сироавтомобиль поздно выезжает на перекрёсток. Поток машин с Алтайск уже начал движение, но он, видимо, поняв, что находится за стоп-линией, решил продолжить движение. Сам удар видно плохо из-за дерева, зато как подлетела машина, хорошо. Восточная Карагандинская. Белое авто начинает поворачивать налево после автобуса, скорее всего, подумав, что на встречной никого нет. Подумав, но не убедившись. В итоге он получает удар от чёрной машины. Виновник ДТП очевиден. Ему или его пассажиру, стоит сказать, потребовалась медицинская помощь. О серьёзности травм неизвестно. Терешково-Рыбаковская. Очерёдность проезда. Поток, поворачивающий налево, стоит и спокойно ждёт. Но из середины ряда выезжает самый опаздывающий. Опаздывает явно ещё больше, чем до этого. Чем руководствовался виновник ДТП, видя, что машины перед ним стоят, непонятно. Очень похожая авария на перекрёстке Шевченко или Ушинской. Поток всё так же стоит, а водитель в его середине решает развернуться через двойную сплошную. В итоге авария и ремонт своего авто за свои же деньги. Конечно, можно сказать, что второй участник ДТП поздно выехал на перекрёсток, уже на жёлтый. Но это правилами допускается, с уточнением, что если для остановки потребуется экстренное торможение, а вот пропускать при манёвре точно нужно. Чечерина-Пушкинская. Серый ВАЗ начинает поворачивать налево с третьего ряда, а по четвёртому летит 14-я, которая просто не успевает остановиться перед неожиданным препятствием. Удар был довольно сильный, практически всё содержимое багажника оказалось на дороге. В данном случае водитель серого ВАЗа должен был поворачивать с четвёртой полосы, так как там одностороннее движение без выделенной полосы для встречных автобусов. И в конце кольцо возле Гаранькина 17. Жёлтый грузовик останавливается перед развязкой, чтобы пропустить поток машин слева, но тут об него решила затормозить легковушка, двигающаяся попутно. Скорее всего, из-за резкого торможения машину повело в сторону грузовика, но виноватым всё равно останется водитель легковушки. Вы тоже можете следить за дорожной ситуацией в Оренбурге в режиме реального времени на сайте maps.ufanet.ru Министерство культуры России предлагает ограничить показ зарубежного кино в широком прокате. Представители ведомства уже внесли соответствующие поправки в российское законодательство. Предполагается, что зарубежные кинокартины будут составлять не больше 35% от общего числа сеансов в течение дня. В противном случае кинотеатры будут штрафовать на сумму от 100 тысяч рублей и выше. За повторное нарушение может быть наложен штраф в 500 тысяч рублей. Контролировать прокат будет Роспотребнадзор. В Министерстве культуры России считают, что такие меры благоприятно скажутся на развитии российского кинематографа. В Оренбурге закрылся фестиваль уличного кино. На протяжении двух недель показы короткометражных фильмов под открытым небом собирали десятки горожан. Как они оценили работы молодых режиссеров и какие картины были признаны лучшими, расскажем далее. Фестиваль уличного кино уже несколько лет проходит в разных городах России. Краткометражные картины молодых режиссеров, для многих это дебютные работы, колесят по стране, получая оценки иногда даже случайных зрителей. Так выходило и в Оренбурге. Большинство гостей не узнавали о показах заранее, а присоединялись во время прогулок по Советской. Нам, как студентам, очень понравился такой формат, потому что, во-первых, это бюджетно, то есть совсем бесплатно, а во-вторых, это очень интересно на свежем воздухе. Мы сейчас, к сожалению, очень мало проводим времени на свежем воздухе. Посмотрели несколько фильмов, очень понравилось. Показываются проблемы общества, в общем, в интересном виде очень. Мне очень понравился второй фильм, который называется «Половинки». Это, честно говоря, просто вдохновляющий. Нужно любить друг друга, на самом деле, просто за то, что они есть, вот просто. А не за лайки в Инстаграме. Просто это сейчас очень актуальная проблема. В этом году наш город присоединился к фестивалю в первый раз. Он стартовал 16 августа под организацией мэрии и облки на видео. Сам формат уличных показов для Оренбурга не новшество. Однако к краткометражным картинам публика пока не привыкла, отметили организаторы. Проходит более чем в тысячи городах по всей России. То есть он начался в 2013 году. И с каждым годом охват зрительской аудитории, охват городов все больше и больше. Предлагаем на суд зрителей фильмы абсолютно разных жанров. Они все короткометражные. Люди смогут голосовать и выбрать лучший фильм в программе. Сегодня я решила выйти и посмотреть, потому что от людей, которые здесь присутствовали, слышала, что это очень интересно. Мне лично это напомнило детство. Всегда на улице, на эстраде показывали эти фильмы. Мне просто напомнило детство. Мне понравилось очень. Музыка понравилась в первую очередь. И кривляния этого парня совсем неплохие. Интересно довольно и прогулка, и кино. Но сразу не скучно, не дома сидеть. И фильмы сами очень интересные. Короткометражки, быстро. Но все в духе современности. И такие глубокие открытия есть. Абсолютное большинство отзывов оказались хорошими. Горожане оценили формат, отметив, что о показах было мало информации. Иначе гостей могло бы быть больше. Организаторы пообещали повторить опыт в следующем году. В Оренбурге наивысшие оценки и похвалу получила картина половинки. Байбулата Батулина. Наталья Богданова, Федор Бородацкий, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей найдете на нашем сайте utv.ru и в мобильном приложении UFANET TV, которое вы можете скачать в App Store или Google Play. Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру 09388. С вами была Ксения Цурко. Всего доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok